всем здравствуйте с возвращением на мой канал смотрим сейчас ваша душа о вас что вам хочет сказать такое обращение вашей душе к вам карта фея карта фея ну это жрица верховная жрица в этой колоде она называется фея ваша душа вам говорит будь вот этой феей красивом платье ухоженная с прической до с цветами тебя же крылья и за спиной у тебя крылья и за спиной порхай летай поддерживай себе вот этого одушевленное вдохновленное настроение тут тут еще волшебная палочка у вас в руках отсылка к тому что ты можешь сама исполнять свои желания вот о чем ты хочешь да вот только пожелай пожелай и отпусти это отпусти вот себя не нас не накручивай не отрицай это вот вы например вы хотите вам вы хотите что-то да мысль к вам пришла господи как я этого хочу но и тут же вы себя останавливаете ой это куда уж то мне так куда уж то мне это откуда этому взяться убирайте гоните от себя эти мысли если к вам пришла это мы это желание наше желание к нам приходят не просто так они к нам приходят это напоминание это напоминание нам зачем мы сюда пришли а мы пришли чтобы у нас это было наши желания возникают не просто так вот как нет куда-то да а это у нас прописано по программе хотите вы это красное платье значит у вас по судьбе иметь вот это красное платье хотите вы купить себе дом или квартиру значит у вас по судьбе написано что вы будете владелицей дома или квартиры хотите вы жить где-нибудь в экзотических странах у вас такое прям желание да господи как я этого хочу значит у вас по программе написано по судьбе во у вас это написано жить где-нибудь в экзотической стране хотите вы себе машину купить да у вас прям мечта такая значит у вас по судьбе написано что вы будете владелицей машины наши желания к нам приходят не просто так они напоминают нам вспомни вот это как раз вот и именно душа нам напоминает душа все помнит наша душа помнит для чего мы сюда пришли это мы как человек нашим мозг мы за мы забываем когда мы рождаемся к нам ангел-хранитель вот у нас здесь ямочка под носом ангел-хранитель нам сюда нажимает при рождении и получается вот эта ямочка и мы забываем нам нам как будто бы память стирают для чего мы приходим воплощаемся в эту жизнь вот именно в эту жизнь для чего что мы будем иметь что мы должны пройти в этой жизни нам как будто бы стирают память чтобы для нас это было все в новизну потому что если бы мы рождались и знали так ну вот в 20 лет я куплю машину так вот в 30 лет у меня будет очень тяжелое расставание но я знаю что я это пройду для нас не было бы это вот таким испытанием это для нас не было бы уроком понимаете если мы помнили и мы все это знали наперед да вот мы родились и мы четко знаем что вот что у нас по шагам что вот он со мной родители будут вот так себя вести то есть мы уже к этому внутренне готовы и нету вот этого эффекта испытаний до эффекта вот это счастье и радости когда ты купил эту машину переехал куда-то до купил это дом или квартиру поэтому нам стирают памяти и задачи для чего мы воплощаемся но наша даша душа то помнит поэтому через вот эти наши желания душа к нам обращается вспомни вспомни для чего ты сюда пришла у тебя по судьбе иметь вот эту машину у тебя по судьбе жить в какой-то стране экзотической вспомни вот я сейчас рассказываю господи меня прямо с ваш мурашки поэтому у нас возникают эти эти желания да вспомнить для чего ты вот ты хочешь это красное платье для чего потому что ты должна сверкать у тебя по судьбе это прописано ты должна сверкать вдохновлять людей мотивировать своим видом вот вам душа к вами обращается вспомнить что ты фея и ты можешь исполнять желание но при этом гони прочь от себя вот эти мысли то куда мне то куда уж то мне ты себя ограничиваешь таким образом ограничиваешь свое божественное сразу возникают у тебя желание как я хочу этого и возникают тут же у тебя мысли куда мне так куда мне а для меня это нереально вы никогда этого не сбудется в моей жизни гони от себя эти мысли гони прочь говори что для мы для меня это реально моей жизни это реально легко относиться ко всему все что приходит к тебе испытание это от бога это к лучшему да это вот быть как не от мира сего вам вам душа говорит да ты же вот такая и есть как нет мира сего поэтому сохраняя в себе вот эту божественную какую-то божественную внутреннюю красоту будь вот такой феей да когда вот они париться нужно бытовых каких-то вопросах но конечно сейчас многие женщины скажут ой это нереально да да потому что женщины наши привыкли брать на себя много она работает на двух работах приходит еще она вот надо унитаз и отмыть очистить от отраить приготовить посуду помыть снимая себя от ответственность эту обязанность ты и так много делаешь что-то с ними себя вы знаете я в определенном возрасте своих детей когда мои дети уже сыновья достигли определенного возраста я себя тоже и стала вести себя вот я фея я фея и мои сыновья допустим приходили домой а шо дома ничего нету поесть я ну почему же ничего нету вон холодильнике полно еды и продуктов полно продуктов берите готовьте а у мамы свои дела и дети мои я была занята я была занята своими делами поэтому я ничего не приготовила они конечно побурчат побурчат но они стали сами себе готовить и так вот потихоньку они умеют и посуду помыть и приготовить они умеют супы борщи готовить салаты котлетки жарится пиццы делают они они умеют за собой поухаживать они сами свои вещи стирают я к этому давно не прикасаюсь потому что мама фея у мамы свои дела у мамы вот куча своих дел дети мои а вы же все-таки мужчины молодые но мужчины этому учитесь как-то сам и они сами себе приготовят они меня еще покормят понимаете а многие же женщины как до 25 лет вот это сыночку своего знаете яйца на ему чухает а сыночка вырос не приспособлены к жизни он живет где-то там у себя на квартире или в общежитии он не умеет не свои вещи постирать он не может себе приготовить кроме как яйца пожарить не приспособлены к жизни это же пошло женщина это пошло вот так вот с определенного возраста ухаживать за сыновьями это пошло они как будущие мужчины они должны уметь это делать сами а а вот те которые не не приспособлены к жизни они потом себе выбирают джон по по принципу что ему нужна до в доме хозяйка которая будет готовить стирать ухаживать за ним он выбирает себе он женится не на жене а она маме он выбирает себе жену по такому принципу потому что он за собой сам ухаживать не может приготовить себе не может постирать не может это пошло не нужно нельзя себя так вести снимайте себя обязанности а сколько одиноких женщин которые впахиваются на двух работах потому что сыночку надо выучить понимаете она бедная женщина впахивается убиваются на этих работах потому что сыночку надо выучить сыночка если хочет выучиться он пусть готовится поступают на бюджетные подрабатывает на какие-то свои потребности да вот когда он будет учиться ему же надо будет и деньги на какие-то еще трат траты дополнительные да пусть сыночка вот вырабатывает в себе вот этот стержень зачем ты это делаешь ладно там женщины которые замуж не они тянут своих сыновей там и муж тянет он зарабатывает он зарабатывает а хотя же есть такие женщины и при мужьях она и мужа тянет она и сыночку тянет не двое не одного даже двоих на себе все семейство тянет не только сыночку ему же еще тянет это же убийство просто это же убийство будь такой феи да вот снимай себя обязанности будь вот такой беззаботный какой-то позаботься о себе а тебе никто не позаботиться тебе никто не позаботиться пока ты сама себе не позаботишься вот что вам ваша душа говорит потому что так можно ископытиться понимаете так ископытиться можно а когда вы заболеете и почему к вам такое неуважительное отношение ну вы же себя так ведете что вот я сама я сильная но раз ты сильная ну так давай вперед потом женщины обижаются что вы такие неблагодарные а зачем ты даешь сверх меры зачем ты даешь сверх меры тем более мужчинам мужу сыновьям потому что касается девочки что касается девочки да девочка должна быть полностью окружена заботой она должна знать что такое когда они заботятся когда она находится безопасности и она себе такого будет можно выбирать который будет они заботиться что касается воспитание сыновей там другая история сыновья должны жить таких вот находиться в ежовых рукавицах он должен уметь сам все сделать постирать трусы носки свои постирать приготовить по убираться посуду помыть он тогда и женщин будет ценить и он сам сможет о себе позаботиться и он будет жену выбирать себе по другим принципам не для того чтобы вот она мне за мной ухаживала я потому что я могу сам это сделать он будет выбирать себе жену для другого вате что вам еще скажет вот повешенное выходи из этого и повешенной да то что я вам вот это вот сейчас все рассказывала хватит жертвить это никому не надо это никто не ценит но вы же убедились на своей жизни что это не работает после всего вами проделанного вам никто не стал руки целовать вам даже какой-то массаж не не делают в благодарность до дорогая давать тебе массаж сделаю вот расслабился немножко даже этого вам никто не предлагает мужья ваши бывшие или теперешние жертвенность не ценят почему потому что люди в принципе своем эгоистичные твари они привыкают к хорошему люди ценят только тех людей которые он видит что она сама себя ценит она не позволит себя обижать только таких людей ценят и к таким прислушиваются таких уважают если ты сама себя добровольно ставишь и ниже плинтуса то почему я должен тебя ценить да если ты сама себя не ценишь будь вот этой звездой будь звездой мечтай делай то что тебе нравится хобби какой-то себе найди развлечения то что будет тебя вдохновлять исцели свое сердце подумай что твое сердце хочет твоя душа что вам еще ваша душа говорит мир будь в гармонии сама собой да вот опять же в красивом платье мир это также поездки да пойди куда-то вам надо расширяться расширяться ходить гулять куда-то если не вы не можете себе позволить поехать в другую страну или в город путешествовать хотя бы выходил в своем городе гуляй в тех районах где ты еще не была расширяйся позволь себе ходить в какие-то кафе какие-то рестораны выпить чашечку кофе до выпить чашечку чая нарядись красиво да пойди прогуляйся сама собой купи сама себе цветы создай сама себе вот это настроение не жди от кого-то от кого-то сама себе создай вот это настроение красивое обличи себе вот эту ауру что вот ты счастливая женщина у тебя все хорошо нарядись прическу сделай накрасья пойди куда-то да вот да как я сказала себе цветы купи порадуйся что какую-то мелочь сделай зайди куда-то в кафе чай кофе выпей купи себе мороженку элементарные какие-то вещи вот опять же весна опять же да вот женщина здесь если вы играете на инструментах да позволь себе вот насладе по их сядь поиграя если вы давно не играли на концерт какой-то сходи вот опять же в красивом платье здесь в красивом каком купите себе наконец-то платье которые вы давно себе хотели но все время откладывая отказываетесь от этого потом потом потому что надо надо детям что-то купить надо домой что-то купить то и 5 10 вот эти заботы они бесконечные бытовые заботы но детские нужды они бесконечные они заканчиваются никогда если вы с таким успехом себе это платье купите никогда если постоянно будете то потом в следующий раз вот в следующий раз все точно куплю нет этого следующего раза не наступит никогда потому что бытовые наши какие-то вопросы хлопоты они всегда прибавляются что-то ты порешал следующий месяц в следующий месяц опять какие-то хлопоты возникают новые заботы новые какие-то растраты бытовые так далее так далее бесконечно а вот в этом месяце например или в этом сезоне дети мои вот походите еще пока в старом потому что я хочу себе купить вот я хочу себе что-то купить нет деньги тоже нужно все я вот тоже так делала когда меня просили это мама я хочу вот новое что-то я говорю подожди вот у тебя есть еще хорошие вещи они в хорошем состоянии они тебе по размеру давайте наверное еще походишь потому что я хочу себе будет купить кое-что все а раньше я тоже вот все на детей все на детей любовь тут говорят вот это любовь даль любовь это не то любовь то что вы думаете любовь когда они вот это она не горит все в огне качели какие-то страсти настоящая любовь когда у тебя на душе спокойно ты спокойная ты уверена в партнере нету вот этих качелей нету бабочек животе до любовь настоящее она спокойная бабочки в животе это признак того что рядом возле вас опасный человек таким образом тело организму вам дает сигнал что рядом с тобой опасный человек знай свою силу знай свою силу прими свою силу вам душа говорит ты же сильная да ты сильная но вот будь сильная выше этого выше этого это же не означает что я сильная значит вот надо впахиваться на двух работах дома еще плюс все делать нет а понимать вот эту свою женскую силу понимаете в чем ваша женская сила такой волшебный расклад для вас сегодня был а я с вами прощаюсь до новых встреч